Прекрасный воздушный боец. Так, лётчик-испытатель Сергей Монадышев характеризует многофункциональный истребитель Су-30СМ. Сергей знает, что говорит. За штурвалом этих самолётов сидит с начала двухтысячных. Замечательный самолёт, очень простой в управлении. Для лётчика больших проблем в управлении данным самолётом абсолютно никаких не возникает. Машина очень прекрасная. Она себя прекрасно показывает и в боевых условиях. Если в курсе, то данные самолёты принимали участие в спецоперации российских воздушно-космических сил в Сирии. С авиацией Сергей Монадышев более 40 лет. Об этом рассказывает на встрече с премьер-министром страны Дмитрием Медведевым. Как и о том, что его волнует будущее любимой профессии. Любовь к авиации нужно прививать с детских, юношеских лет. А потому, считает лётчик-испытатель, необходимо возрождение в России такой организации, как ДОСААФ. Есть аэроклубы, но они, как правило, находятся в частных руках и работают на коммерческой основе. Для большинства нашей молодёжи, особенно рабочей молодёжи, это просто банально финансово, не по карману. Хотелось бы узнать, как предусматривается какая-то государственная программа по возрождению подобной организации? Вообще, я считаю, это было бы неплохо, если бы мы смогли возродить что-то подобное ДОСААФу, причём с государственной поддержкой. Давайте мы подумаем, просто каким образом это организовать. Сейчас напрямую это не сделать, деньги взять государственные, так как это раньше запускало в систему добровольного общества содействия армии, авиации и флоту. Так же ДОСААФ назывался. Но по общественным направлениям это можно посмотреть, как сделать. А теперь о перспективах российского авиастроения. Дмитрий Медведев посещает цех сборки магистрального самолёта 21 века. Это второй экземпляр самолёта. Лайнер собирают рабочие Иркутского авиазавода. Первые гости увидят совсем скоро. Презентация магистрального самолёта 21 века проходит в специально построенном, по такому случаю, ангаре. Здесь оборудован зрительский зал на тысячу мест в помещении полумрак. Это сделано специально. Одна из стен превращена в большой экран. На неё проецируется информация о самолёте, в том числе и технические характеристики. А вот сюрприз для собравшихся на сцене появляется народный артист России, пианист Денис Мацуев. От прекрасного произведения 19 века к не менее прекрасному в своём роде века 21-го. То же совершенство замысла и исполнения. Вот он, главный герой дня. МС-21. Магистральный самолёт нового поколения. Сегодня МС-21. Один из современных пассажирских лайнеров в мире. Вместимость в зависимости от модификации от 130 до 211 человек. У лайнера самый широкий фюзеляж в классе. Он на 40% состоит из композитных материалов, что не только позволяет улучшить аэродинамику, но и существенно снизить массу. Самолёт способен развивать скорость до 870 км в час. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, на Иркутском авиазаводе создаётся настоящее российское авиастроение. Это огромная победа авиастроителей, победа корпораций, наших учёных, наших конструкторов, наших инженеров, наших рабочих. Вашими руками, конечно, при определённой поддержке государства создаётся современное российское авиастроение, которое двигает вперёд всю нашу страну, нашу экономику. Первый тестовый полёт МС-21 запланирован на конец 2016 года, начало 2017-го. А уже в 2018-м начнётся поставка пассажирского лайнера заказчикам. Сформирован первый пакет заказов – 175 самолётов. Татьяна Веретина, Александр Мокин. Новости сейчас.